привет ребят решила сделать такой коротенький коротенький эфир потому что многие потеряли вот мы конечно же обязательно продолжим все наши начинания вот а сейчас просто у нас заключительный день ретрита с ребятами который был в сочи было конечно же очень классно наверное половина половина людей уже это были те кто уже на ретритах они приехали повторно некоторые из них уже со мной третий раз и мне очень приятно то есть для меня это моречка вам покажу у нас там за окном моречка для меня это конечно же такой показатель что если люди едут и на второй ретрит и на третий то значит они с каждым разом все больше и больше для себя берут тех инструментов которые раскрывают их конечно же когда они приезжали в первый раз и когда у нас сейчас заканчивается очередной ретрит это вообще небо и земля насколько человек раскрыт насколько человек познание себя насколько он уже может других вести потому что когда приходит это осознание это конечно же дорогого стоит это что такое штучку сошку вот и мы думали сейчас уедем домой сейчас ретрит закончится мы поедем домой но мы все таки решили еще небольшой компании заездить до 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 Абхазии здесь недалеко вот и я постараюсь в Абхазии провести эфир если там будет все хорошо с интернетом то постараюсь там еще провести для вас эфир задавайте вопросы какие хотите задать вот что я могу сказать как я вижу у меня сейчас есть четкое понимание что меня очень многие спрашивают что такое клуб что такое онлайн марафон и что такое ретрит и когда я говорю это просто говорю это та информация которую я не даю в открытых эфирах и все сразу же думают о ретрит столько стоит вот всего лишь столько марафон столько стоит и побольше дней а клуб вообще как бы столько стоит и постоянно вот давайте все таки я немножечко скажу что с чем идем клуб это для тех ребят которые я вижу что они идут в практике и по каким-то причинам по разным мы можем съехаться чтобы лично встретиться друг с другом это те ребята которые со мной постоянно как правило именно постоянно на постоянной основе мы прорабатываем те моменты которые мне пишут и прорабатываем настолько глубоко насколько это возможно чтобы услышали трусу не каждый готов услышать те ответы которые будут знать все остальные потому что с этим ответом нужно же еще прожить нужно пережить нужно его принять что это действительно я и многие ответы не каждый на данный момент готов вообще себя и приложить и сказать что да это моё как и такое есть поэтому клуб это чтобы мы с вами понимали что мы всегда поддерживаем друг друга что мы раскроем те моменты которые я готова раскрыть на на более-менее большую публику это те ребята которые я знаю что я какой бы какой бы точкой не приехала уже как родные как будто бы мы постоянно общались и если я куда-то приезжаю то мы обязательно с этими ребятами которые с клуба как правило встречаемся и это здорово это клуб это именно вот единомышленники которые уже не просто там бла-бла-бла я хочу это я хочу то это те ребята которые здесь собрались это именно тот мой круг в котором я себя чувствую комфортно это те люди с которыми если у меня какое-то состояние непонятно если я выхожу в эфир то у меня все сразу же так и нормализуется то есть я выпускаю ту информацию которая есть на мне и сразу же начинаю наполняться новой и это здорово мне клево мне клево с вами я люблю говорить о тех моментах о которых я не сказала куда-то или кому-то что такое марафон это короткое пространство короткое пространство времени где я по возможности пытаюсь разобрать каждого человека то есть я даю небольшие лекции чего-либо и там все таки нацелена на разбор каждого человека индивидуально но за это время и перед камерой не каждый готов раскрываться и такое тоже бывает они выносят какие-то моменты для себя выносят потому что каждый человек это отражение себя когда он слышит что говорит другое что говорят другому как раскрывают любого другого то он берет достаточно много информации и этот формат удобен тем что многие люди не могут приехать посмотреть лично но готовы уже чтобы их начинали разбирать по косточкам все больше и больше готовы разобраться так чтобы собраться вновь и для этого существует вот такой вот марафон конечно же я делала этот марафон с учетом тех ребят которые в основном находятся за рубежом которые не могут приехать потому что им сложнее чем нам здесь по России но сейчас сложилась такая ситуация что даже оплату мы сделать не можем единственный вариант который мы вообще находим все-таки приходим к одному тому же это крипта потому что все остальное если даже находим что-либо там получаются такие комиссии что они просто комиссия стоит столько же сколько та же оплата поэтому не всегда это удобно но марафоны все же остались потому что некоторые действительно готовы к разбору но не могут не могут себе не могут себе сами позволить приехать на репресс потому что мы все с вами знаем что у каждого есть свои возможности которые он либо использует либо нет либо использует либо говорит что ой я не могу по каким-то причинам не могу просто вы еще не готовы к этому это нужно очень четко понимать и когда я говорю что мы всегда приходим к самому себе когда мы начинаем говорить по честному самому себе когда мы начинаем говорить я не могу приехать потому что у меня работа ребят ваша болезнь у каждого она была какое-либо заболевание всегда показывает что вы можете без работы просто в каком ракурсе вы это будете делать на больничной койке либо по становлению самого себя либо вам еще куда-то въехать нужно это же все зависит от вас просто на сегодняшний день вы не готовы настолько себя менять разбирать и это не хорошо и не плохо у каждого своя готовность и вперед паровоза тоже бежать не нужно если вы еще не созрели к этому то нормально это ни о чем не говорит это не говорит что вы хуже или лучше это не говорит о том что вот кто-то уже достиг а я вот такая вот или такой никченый что вот у меня это еще не приходит нет это не так просто ваше осознание еще не пришло в тот ракурс что вы готовы полностью поменять себя потому что на ретрите в живом ретрите вы уже не будете прежним это невозможно на ретрите мы разбираемся настолько насколько это возможно на данный момент вашего проживания почему я говорю на данный момент потому что я еще раз повторюсь что ребята приезжают на ретрит по второму разу по третьему разу сейчас уже есть люди и они приезжают потому что каждый раз приходит новое осознание и как только они у них укладываются как только у них приходит это принятие какой-то новой частички самого себя они готовы идти двигаться дальше изменения конечно у ребят колоссальные изменения и естественно в духовном плане это мы все прекрасно понимаем изменения в финансовом плане что в нашем материальном мире это немаловажно изменения с родственниками и это тоже огромная огромная работа со своим миром и не всегда мы видим то что у нас лежит на поверхности не потому что мы какие-то глупые не потому что у нас мы что-то не догоняем а потому что просто некоторые вещи нам очень сложно видеть в самом себе некоторые вещи нам очень сложно видеть которые происходят с нами ежедневно мы как будто зашориваемся то есть у нас нет вот этого новшества у нас нет того что это что-то не так мы привыкаем к какой-либо ситуации и мы ее не замечаем просто так происходит И на ретрите, конечно, это все открывается. И после ретрита, во-первых, на ретрите очень важно, что вы находитесь абсолютно в других волновых вибрациях. Мы каждый усиливаем поле друг друга. Это неизбежно. Это вы, наверное, все чувствовали, когда собирались с кем-то, с теми людьми, которые вас просто заряжают. А здесь заряд идет от одного к другому. И вот этот вот заряд, который идет от одного к другому, то есть как только у меня попал заряд, я их заряжаю, все мне нужно моментально отдать. И так идет круговорот. И так мы наполняемся достаточно прямо сильно. Конечно же, на ретрите, чтобы разбавить эту ситуацию и перейти немножечко в другие энергии, мы с огромным удовольствием ходим на какие-либо экскурсии, дольмены, которые просто взрывают. Взрывают, потому что ты уже настолько открытый к этому времени, настолько ты готов к принятию чего-либо, что это просто прям огонь. Когда мы ели, когда мы ели на дольмены, я вообще, я же вам говорила, уже рассказывала, что я никогда не была такой прям, вот, как некоторые ребята там, йоги, дольмены, там какие-то практики, какие-то философские учения. У меня такого не было. И когда мне начали рассказывать про дольмены, что там прям вообще, так, вау, но это не все касается, там еще что-то, я, конечно же, подумала, что, ну, как бы, у всех может быть и да, но, видимо, не со мной будет. Потому что, ну, во-первых, я в это не совсем как-то верила, потому что я никогда не была на дольмена. Я не могла себе представить, как могут камни дать вот какие-то прям такие порывы, порывы, какие-то сгустки энергии, которые могут тебя проникнуть. Думаю, ну, наверное, это те люди, которые настолько тонкой душевной организации, к которым я не отмешусь. И мы здесь в Сочи съездили на дольмены, и там был один дольмен такой, там такая маленькая дырочка. Туда заходишь, и там пространство заходишь, залазишь. Вот. И, конечно же, там кто-то сидит на камушке, как будто я чувствую какую-то вибрацию. Я около этого камушка постояла, думаю, ну, я как-то не чувствую никакой вибрации, но, видимо, не мое. Потом смотрю, ребята наши туда внутрь залазят, думаю, ну, залезут. Думаю, ну, если уж приехал, ну, надо прощать. Думаю, ну, меня что-то там зацепит. И туда залезла внутрь дольмена. И вот мы сидим, и ребята говорят, там, у меня уши заложили, там, у меня, там, все какие-то ощущения чувствуют. А я сижу и понимаю, что, как бы, я вообще ничего не чувствую. Думаю, так, надо, если уж я хочу, вот прям поплавать. Думаю, я же умею уходить, там, внутрь этого пространства. Думаю, надо попробовать. И когда я вот это вот поняла, что нужно как-то немножечко помочь себе раскрыться, позволить, запустить в себе ту энергию, которая, возможно, есть, а, возможно, нет. И вот, когда я внутрь этого пространства ушла, у меня было такое состояние, я не знаю даже, как его описать, но многие же, наверное, выпивали какое-то время спиртные напитки, да? И вот, когда выпиваешь спиртного больше, чем тебе надо, и ложишься, и у тебя такой вертолет такой, может быть, замечали? И вот, как только я ушла внутрь себя, у меня вот этот вертолет, и он как бы меня не крутило, а я вот такой вот застреляю, такой волной из тебя. И оно было настолько мощным, и я практически в свете, практически, можно сказать, не то, что ощущала, а мне казалось, что я его даже могу потрогать. Я увидела вот этого вот этого Бога, как его назвать, волква, внутри себя, не рядом, не я была внутри, а как будто бы Он внутри меня. И настолько вот это была всеобъемлющая энергия, что я прям физически почувствовала, как у меня пошла вот как новая сборка. То есть я разобралась прямо под пикселем, и мне казалось, что я даже глазами это вижу. И вот эти вот пиксели, между пикселем, такая была огненная, как будто бы огненная энергия. И вот эта вот разборка, она настолько была, она настолько была чувствительной, настолько для меня это было новое, настолько для меня это неожиданно. Настолько я это не ожидала, потому что мне вообще сложно в что-то поверить такое. И вот, да, это все равно случилось. И после того, как вот эта вот разборка такая, и мне как будто бы, ну это не голос, это не только что словом, а пониманием, чтобы вроде как все выходило. Вот, и я такая сначала уже в курсе, думаю, может еще посидеть, и я так потом, раз, и как будто бы ко входу, к этой дырочке повело. И все, я вышла. Но вот эта девочка, которая работает по дольменам, она говорит, она сказала, не знаю, что сколько это правда, может быть, вы тоже были на дольменах. Вот она сказала, что говорит, видят, решают вопросы, там еще что-то, ну что, как-нибудь кого-то разобрать, такое бывает очень редко. Но, вы знаете, вот это вот состояние, оно настолько положивое, что я до сих пор, вот оно как помощь. То есть, если я вижу, что у человека внутренняя какая-то достаточно сложная ситуация, вот даже вот у ребят, я их беру за руку и вместе с ними готова вот разобраться. То есть, разобрать, чтобы найти вот тот зажив, который есть у них. Это во мне еще не работает прям постоянно. Ну, по крайней мере, вот мы, я не знаю, видели или нет, вот этот вот эфир. В инстаграме я выложила, насколько уж в инстаграме, но там, конечно же, я бы сделала так камень, что у нас практически одни ноги были. Ну, я так умею, вот, и у нас девочка, конечно, и она прям, прям улетела, и у нее настолько вот это и боль, и вот это вот, что нужно идти, и настолько вот я с ней свелась, и разбор вот этот вот пошел, что на видео прям можно видеть, что ее сначала как-то тремор, который ты не можешь искусственно сделать, он бы искусственно остановить. И вот этот вот, когда тремор во всем теле, и потом, когда она хочет принять, ну, там, своеобразные были у нас, у нее были запросы, которые я там не знала, слышно на камере или нет, там, на ушко ей шептала. Вот, и у нее потом, когда вот все было, ты в принятии, и она настолько была, приняла вот это вот в принятии, в принятии нового себя, нового момента, что у нее в раз, раз, и все отпустило. И она все четко почувствовала, что она проба сборки. И это клевое состояние, когда ты понимаешь, что ты можешь практически на физическом уровне разобраться и собраться вновь таким, каким ты хочешь быть. Это клевое состояние. Вот. А сейчас у нас в 9 часов с ребятами начнем с 9 до 11, где-то до пол-11 мы еще посидим. И поедем мы в Абхазию. Я там с вами сделаю эфирчик, попробую, не буду обещать, потому что я не знаю, какой там интернет, как там вообще, как там будет со связью, как там будет со временем. Потому что мы буквально на одинек, на второй съездим тоже по волшебным местам. Там ребята говорят, что есть уже такие места силы, очень-очень клевые. И мне прям очень хотелось до нового Абхазия. Но я понимаю, что если мы сейчас договорились, то нам будет очень сложно опять сорваться. Опять школа, опять какие-то свои дела, опять нужно будет все равно как-то подготовиться к следующему ретриту. И все закрутится, и поедем мы или нет, мы, наверное, уже поедем как-то так. Поэтому мы премся с чемоданами. У нас здесь компания как раз собирается достаточно большая. И куда мы поедем, у нас как раз там много ребят, которые были на предыдущих ретритах. Поэтому там будет тоже клево. Буквально пару денечков, если что мы поснимаем. Если у вас будут какие-то вопросы, то я сейчас постараюсь делать хотя бы коротенькие ретриты. Вот, ребята, если сейчас как-то мы еще не собрались, давайте я вам открою микрофончики. Может быть, вы мне зададите какие-то вопросы. Вот, чтобы начать говорить, на свой микрофон нажимаете. И говорите. Все, я всем микрофоны открыла. Ребят, если кто-то хочет что-то спросить, то давайте. Если нет вопросов, то я тогда буду заканчивать и буду вам снимать. Что-нибудь. Пока так отчиталась. Отчиталась почему? Потому что мне уже начали в личку писать. Что-то у нас, говорит, не загружаются эфиры после такого-то числа. После такого-то числа не загружаются, потому что их пока не было. Ни в один эфир не выходила. Вчера никуда не вышло, потому что у нас вчера тоже такой был день. И гвозди у нас были, и слезы у нас были, истерики у нас были. И много-много всего. У нас было и баня, у нас, конечно же, была. Потому что у нас вчера был выход из сухих дней. Вот, некоторые ребята вышли с сухих дней вчера, и сегодня бывает уже на сухих. То есть уже идут дальше, и вот уже такие по 10, по 12 дней. Некоторые, некоторые в первый раз, первый раз сразу же на 4-5 суток зашли. Без вот этой вот, которую называют слабость. Ну, как бы слабость была, но она уже была не такая значительная. То есть понятно, что когда вы в компании единомышленников, когда вы вертитесь вот в этом вот потоке, то вы не уходите в слабость, потому что она не важна вам на данном моменте. У вас другие приоритеты, и поэтому, когда мы выбираем важность чего-либо, у нас это занижается. Ну, и, конечно же, море. Мы старались хотя бы раза два, один-то моречка. Ну, один раз вот, как бы, да, все равно приходит. Тоже она бодрит, тонизирует. Много ходим, много гуляем, много разговариваем. Поэтому, ребят, конечно же, если готовы, то с 17-го числа, 17-го июня, я вас с огромным удовольствием буду ждать. Я уже запронировала нам номера. Вот, поэтому с огромным удовольствием буду вас ждать. Болитценник, намного я поднять не могу, потому что хочу, чтобы вы приехали. Но цены, естественно, летние цены, с этой ситуацией. Отель поднимает цены в два раза. Он прям так достаточно, достаточно хорошо поднял цены. В июне будет здесь достаточно дорого, поэтому на ретрит я много поднимать не стала, но, тем не менее, он будет 34 тысячи. Скидок, скорее всего, никаких не будет. Вот. Потому что это же не совсем от меня зависит. Нужно мне будет проплачивать писал, и номера, и какие-то моменты. Вот. Поэтому будет вот такая цена. Присоединяйтесь, буду вас всех ждать с огромным удовольствием. Вот.